Повышенная волатильность цен на нефть по-разному влияет на разные страны и даже регионы. Чего же ожидать от стран Ближнего Востока, ОПЕК или тех же сланцевых проектов США, мы обсуждаем с Геннадием Рябцевым из компании «Психея». То колебание цен на нефть, которое происходит на рынке, с чем оно связано, и какая глобальная тенденция на нем, и кто же все-таки страдает наиболее от нее. Что же касается нынешней ситуации, то она спровоцирована в первую очередь осложнением геополитической обстановки, поскольку в нефтяные котировки вновь начали включать политические риски. Связаны они в первую очередь с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, в первую очередь в Йемене и усилением террористической активности по всему миру. Выгодна эта ситуация, безусловно, в первую очередь Российской Федерации, которая единственная из крупных стран экспортеров нефти пострадала от значительного падения нефтяных котировок. Все же напряженность сейчас сконцентрирована в тех регионах, которые являются или странами-транзитерами, как Украина, или странами, через которые, или неподалеку от побережья которых идет транспортировка нефти. Но также это влияет на те страны, которые экспортируют нефть, в частности, на Саудовскую Аравию или какие-то другие страны Ближнего Востока. Насколько они страдают от конфликтных ситуаций? Или себестоимость нефти, которая добывается, позволяет нивелировать падение цен на нефть? Себестоимость нефти в большинстве стран Ближнего Востока, в большинстве стран ОПЕК, за исключением Венесуэлы, очень низка. Она составляет не выше 2 долларов за баррель. Это означает, что снижение цен может повлиять только на величину сверхприбыли. Поскольку сейчас Саудовская Аравия задействует свои вооруженные силы в урегулировании, как она считает, конфликта в Йемене, то ей необходимы дополнительные траты. Скорее всего, именно этим было вызвано то, что Саудовская Аравия повысила стоимость контрактов для европейских потребителей. И опять же, это спровоцировало недавний рост цен до 67 долларов за баррель. Однако, все фундаментальные факторы до сих пор свидетельствуют о том, что все это кратковременно держится исключительно только на политике. Поскольку спрос превышает, уже давно не превышает предложения, производится сейчас нефти по меньшей мере на полтора миллиона баррелей в сутки больше, чем потребляется. Страны ОПЕК не соблюдают квоты и добывают, опять же, на полтора миллиона баррелей в сутки больше нефти, чем это определено квотами. И эта ситуация усугубляется, поскольку снижение цен означает большие объемы добычи и для сохранения тех же самых прибылей. Кроме того, мы видим, что экономика Европейского Союза не восстанавливается теми темпами, которые ожидалось. Существует определенное опасение, что это происходит именно из-за того, что стоимость энергоносителя остается на завышенном уровне. Поэтому все указывает на возможность дальнейшего снижения цен на нефть. Поэтому, скорее всего, рынок будет ждать нового черного лебедя, то есть того непредсказуемого события, которое может быть объективно и не настолько велико, однако которое спровоцирует дальнейшее снижение цен на нефть. В том числе, этот черный лебедь может последовать, если Российская Федерация предпримет какие-либо действия, которые заставят коалицию в лице Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза ужесточить санкции, а, следовательно, вполне возможно и способствовать снижению цен на нефть. Если продолжится глобальное снижение цен на нефть, могут ли как-то пострадать страны Ближнего Востока, той же Венесуэлы или, в частности, сланцевые проекты в США? Я не думаю, что какие-то будут серьезные угрозы для сланцевых проектов в США, поскольку все, что сейчас производится в Соединенных Штатах и в Канаде, оно потребляется в Соединенных Штатах. Никуда не транспортируется и не влияет на внешние рынки. В связи с этим себестоимость сланцевых проектов, безусловно, будет падать, поскольку снижение цен провоцирует бурное развитие технологии. Мы видим, что себестоимость бурения одной скважины под сланцевые, вернее, одного куста скважин под сланцевые проекты, она уменьшилась за несколько последних лет более чем вдвое. Сократились сроки бурения и компании, которые ведут сланцевые проекты, сервисные компании, утверждают, что они будут иметь 10% норму прибыли, даже если цена нефти будет 40 долларов за баррель. А страны Ближнего Востока до какого уровня могут снизиться цены, чтобы они почувствовали значительные угрозы для экономики и, в частности, для их бюджетов? Потому что закладывали они все равно 100 долларов за баррель, потом пересматривали и все-таки должны как-то учитывать возможный фактор снижения цен. Да, потери, безусловно, для бюджетов есть, однако они частично компенсируются увеличением объемов реализации нефти. И второй немаловажный фактор – это то, что нынешнее снижение цен выгодно странам Ближнего Востока в средней дальнесрочной перспективе, поскольку доля ОПЕК за последние годы постоянно снижалась. И этим странам, входящим в организацию, просто необходимо для того, чтобы в будущем контролировать мировой рынок нефти, чтобы возвратить себе контроль, хотя бы частичный над этим рынком, постараться вытеснить с этого рынка всех конкурентов. А это в первую очередь европейские страны, то есть Великобритания и Норвегия, и Российская Федерация. Конечно же, наибольший удар в связи с реализацией этой политики понесут страны с высокой себестоимостью добычи, там, где не вкладывались средства в разведку, в опытно-промышленное освоение новых месторождений. Это, в первую очередь, Российская Федерация, Венесуэла, может быть, еще несколько стран, которые находятся во второй десятке нефтедобытчиков. Однако, как мы видим, пока идет совпадение интересов всех основных геополитических игроков, кроме России, в том, что необходимо снижать цены. Ждем, я же говорю, ждем черного лебедя, который может определить дальнейшее поведение нефтяных котировок до конца года. И все-таки, что будет с европейскими компаниями, если мы говорим, что снижение цен на нефть может негативно сказаться на компаниях, которые располагаются в этом регионе? И вот Британия, Норвегия, какие еще, может, страны? В основном, это Британия и Норвегия. Ну, с Норвегией, в принципе, там все ясно. Там распечатан стабилизационный фонд. Однако, он настолько велик, что я не думаю, что какие-то в ближайшие годы норвежцы ощутят на себе влияние. Кроме того, там достаточно диверсифицированная экономика. Доходы от продажи нефти и газа – это менее 25% бюджета. Что касается Великобритании, то, насколько мне известно, там уже давно доходы от добычи не играют определяющей роли в экономическом состоянии большинства компаний. Так что, можно говорить, может быть, о определенном снижении капитализации компаний британских и нидерландских, и, может быть, норвежских. Однако, просматривается отчетливая тенденция в последние годы их диверсификации. BP развивает альтернативную энергетику. Shell также, кроме того, Shell занимается исландцевыми проектами. Statoil и Norsk занимаются, опять же, расширением своего присутствия на родственных рынках. И все это отражается в том числе и на энергетических балансах соответствующих стран. Мы видим, что эти компании, видимо, будут следовать тому сценариев, глобальных сценариев развития энергетики, который называется низкоуглеродный сценарий или зеленый сценарий. И думаю, что эту тенденцию почувствовали и инвесторы, которые сейчас достаточно активно изымают средства из нефтяного сектора и вкладывают эти средства в повышение энергоэффективности и развитие нетрадиционных видов энергии. О том, какие страны наиболее пострадают от колебаний цен на нефть и их снижения в глобальной перспективе, мы обсуждали с Геннадием Рябцевым из компании «Психея». Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенца, специально для Дука Скопия ТВ из Киева. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!